Выйдем в сад, я покажу вас розам. Да-да-да-да, друзья, на этой неделе в нашей стране явно что-то сломалось. Но расценители прекрасного больше не восхищаются цветами, а позируют перед ними сами. Конечно, конечно я о том, что в России началась национализация. Вот только не тех компаний, которые бежали, а тех, что в общем-то неплохо чувствовали себя и на родине. Но обо всем по порядку. Это Вести Без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и Реальная Журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, все свое ношу с собой. Вернее, возвращаю себе. Так подумала генпрокуратура и реально начала возвращать обратно в родные пенаты все то, что когда-то и так было государственным. Себе в помощники надзорный орган выбрал федеральную антимонопольную службу и не прогадал. Суды охотно прислушиваются к таким истцам, не давая ответчикам возможности на защиту. Нет, защищаться они, конечно, могут, но будет ли от этого толк? Потому что примеры типа Башкирской содовой компании или Соликамского магниевого завода и других отчаянно убеждают нас в том, что путь у приватизированных когда-то компаний, в общем-то, один – национализация. Сейчас этот путь проходят Ростовский оптикомеханический завод и Пермский метафракс. Причина, по которой спустя почти 30 лет возбудилась прокуратура, до удивления банально – незаконность приватизации. Ну, типа генпрокуратура и ФАС на пару вдруг решили провести проверку. И, о чудо, обнаружили, что приватизация тогда была проведена существенными нарушениями. Поэтому ее надо срочно признать недействительной и вернуть все активы первоначальному собственнику. Причем в суде не действуют ни доводы относительно исковой давности, ни законность выданного 30 лет назад решением. Истцы утверждают, что те органы, которые решали вопрос приватизации, просто-напросто не имели на это права. И подобное разрешение должно было выдавать исключительно Госком имущество. А это значит – попользовались и верните на место. Ну, или другими словами – и по зубам получите, и рот прикройте. Хотя оспаривание приватизации – не единственный способ поиграть в игру «чужого мне не надо», но свое возьму, чьим бану ни было. Потому что второй ход, как правило, делает ФАС, выявляя нарушения в порядке осуществления иностранных инвестиций. Ну, а заканчивается все поиском нарушений антикоррупционного законодательства. Но интересен тут другой факт. Бывшие собственники национализированных компаний не несут никакой ответственности, даже несмотря на то, что суд признает их виновными в незаконной приватизации. Ну, типа, ладно, вы, конечно, плохо поступили, но наказывать вас строже, чем безвозмездное изъятие активов, никто не собирается. Поэтому живите и не жужжите. Но знаете, что здесь самое интересное? Почему весь этот процесс начался не раньше, не позже, а именно вместе со спецоперацией? Я, конечно, ни на что не намекаю, но на некоторые мысли сей факт безнадежно наводит. И это либо острая финансовая потребность, либо игра в Робин Гуда по-русски, только с измененными правилами, где отбирать будут у чужих, а раздавать исключительно своим. Ну, потому что свои последние полтора года терпят немалые лишения, то санкции, то убытки. А тут вот как раз появилась возможность выдать каждому по рублю, так сказать, на поддержание штанов. Вот только опасность тут просматривается. Ведь если сегодня они начали грызть друг друга, то завтра с легкостью перегрызут хребет каждому из нас. И это только пересмотревшим Соловьева кажется, что новость прекрасна, и они восхищенно машут бывшим олигархом костлявой ручкой. На самом деле розовые очки обычно бьются стеклами внутрь, и ничего из того, что когда-то вышло из-под юбки государства, туда-обратно уже не вернется. Просто мы с вами об этом не узнаем. Хотя, кто и когда нас стеснялся? Пенсионный возраст не подниму, конституцию не поменяю. Вот так и тут все верну в дом. Правда, в чей пока не поделил. Так что посмотрим, куда нас приведут эти колеса истории. Но будет это уже в будущем. А вот в настоящем у нас все по-прежнему. Спецоперация, запреты и топливный кризис. Вы, кстати, тоже удивились, что цены на бензин вдруг резко скакнули вверх. Лукойловская солярка в одночасье вдруг в Екатеринбурге стала стоять 63 с лишним рубля за литр. А власти, вместо того, чтобы урегулировать аппетиты друзей, молчаливо кивнули в ответ. Вот только некоторые, наверное, не поняли, что именно на топливе завязаны многие продаваемые товары и предлагаемые услуги. Доставка, такси, общественный транспорт, грузоперевозки и так далее. А это значит, что каждые добавленные 3 рубля на литр солярки непременно скажутся на цене молока, хлеба, макарон и в особенности мяса. Но все по-прежнему молчат. Хотя, ладно, не все. На этой неделе вопрос, который в Госдуме пытались всячески проигнорировать, поднял коммунист Николай Арефьев. Он напомнил, что в советские времена солярка всегда была вдвое дешевле бензина, ну потому что это, цитата, самая низкая фракция нефтяного дистиллята, конец цитаты, и пользовались ею исключительно в сельском хозяйстве. Кстати, именно оно сегодня просело больше всего, потому что, по словам Арефьева, с такими ценами на дизельное топливо работники не только не соберут урожай, но и ничего не посеют нового. Хотя, кого это интересует, когда у олигархов булки французские, а икра заморская черная, и им гораздо выгоднее, чтобы нефть утекла за рубеж, нежели осталась тем, кому принадлежит по праву. Ну и если так пойдет дальше, восклицает Арефьев, то уже весной Россию ждет самый настоящий голод. Вот, друзья, вот что надо национализировать. Всю нефтянку и все добывающие и перерабатывающие заводы. Если бы правительство и вправду думало бы о нас, то в первую очередь насытило бы и урегулировало бы цены на внутреннем рынке, а уж потом вывозило бы остатки за рубеж. Но мы живем где? А правильно, в России. И тут главное не то, как выживает русский Иван, а то, как растут щечки у будущего пенсионера Игоря Сечина. А потому, хоть Арефьев и возбудился по делу, но кажется мне, что дальше слов ничего не сдвинется. А между тем, в России вновь заговорили о вакцинации. В конце августа Всемирная организация здравоохранения заявила о резком росте заболеваемости граждан всем известным нам вирусом. Число инфицированных вдруг достигло 63%, а мутация вируса привела к появлению новых штаммов. А это о чем говорит? А правильно, на прививку становись. Ну или ложись, кому как удобней. Среди причин роста ковида эксперты называют традиционное снижение иммунитета осенью и возвращение из отпусков. И если с первым все и так понятно, то вот зачем мы все вернулись из отпуска остается загадкой. Ну или зачем мы все там побывали. А то помнится не так давно, наша очаровательная Симонян заявляла, что на спецоперации, правда она ее назвала другим словом, смертей среди россиян гораздо меньше, чем при ковиде. Да, конечно, это сопряжено с риском для жизни. Но с риском для жизни сопряжена жизнь. Каждый раз, когда ты садишься за руль, ты рискуешь жизнью. Каждый раз, когда мы выходим на улицу, мы рискуем жизнью. Каждый раз, когда мы остаемся здесь, вот под этими вот лампами огромными, которые над нами висят, мы рискуем жизнью. Да, безусловно, риск для жизни на войне выше. С одной стороны. С другой стороны, ну если посмотреть просто смертность, у нас в прошлом году тяжелых боев смертность значительно ниже, чем у нас была смертность позапрошлом году ковидным. Ага, ага, и че, и че? То есть я правильно поняла, что нам теперь, дабы не разнести заразу по России, товарищ Маргарита предлагает отправиться в окопы. Там-то ведь и вирус не бушует, да и смертность гораздо ниже. А то сидите вы сейчас под лампой, программу мою смотрите, а ведь лампа-то это и отвалиться может. Ну это по логике Симонян, которая даже в студии и то рискует жизнью, а все для того, чтобы донести до нас крайне важную информацию. Поэтому при встании да поаплодируем пропагандистские стоя, ради нас все-таки старается. Ну и на этой опасной юмористической ноте я хочу закончить сегодняшнюю программу. Но прежде все-таки напомню, что второй выпуск новостей мы вынужденно теперь размещаем исключительно на Бусти. Поэтому если есть желание на этой неделе встретиться еще раз, то велкам на нашу новую площадку. Ну вот а теперь у меня точно все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю, пока-пока.